В качестве резюме сегодняшней программы и конкретно данного вопроса, который вы упомянули, о законе, принятом в первом чтении 2 марта, как мы сегодня выяснили, весь путь языкового вопроса от декларации о независимости 1991 года до сегодняшнего дня был покрыт и соткан подменами, юридическими манипуляциями, если можно так сказать, напрямую ошибками, как, например, мы с вами выяснили, что не было такого закона, о котором говорится в декларации о независимости, в том, что касается румынского языка. Даже в решении Конституционного суда нет же этого государственного языка. Об этом и речь. И сегодня этот закон, который принят в первом чтении, стоит на таком зыбком фундаменте, что даже обсуждение его у многих вызывает такое ощущение, как будто бы оно не стоит выеденного яйца, то, что там. А мы этот закон на самом деле обсуждаем вполне себе серьезно, потому что он действительно может быть принят. А зачем обсуждать сцены? Зачем обсуждать, так сказать... Есть более наболевшие вопросы, действительно, которые заслуживают обсуждения. И я не зря вам задал вопрос о том, что, может быть, мы на самом деле не справляемся с возложенным... Ну, кто-то говорит, что нам эта независимость упала с неба, что мы ее не заслуживаем и так далее. На самом деле, любое государство заслуживает быть независимым и суверенным. Другое дело то, как это государство своей независимостью и суверенитетом распоряжается. И очевидно, что сегодня мы, как государство, нашу суверенитет и нашу независимость, ну, мягко говоря, разбазариваем. И это не только мнение каких-то отдельных людей, это достаточно широкая позиция. Так вот, сегодня лозунги об унире 90-х годов уже не кажутся такими парадоксальными, как они казались 10-15 лет назад. Потому что, глядя на то, что происходит сегодня у нас в стране, даже те, кто помнят, да, как было при... Как вы упомянули, да, в 40-х годах, в 18-х и так далее, они уже думают о том, что, ну, может уже и пойти уже бы в Румынию, да. Потому что складывается впечатление, что намеренно ставили страну на колени все эти годы. Потому что, ну, не может быть это, не может быть случайным такие действия против интересов государства на протяжении долгих лет. И говорят, что есть на самом деле уже два пути у нашей страны. Это либо, в худшем случае, ее распад и расчленение на разные субъекты. Одни туда, другие сюда, третий в другую сторону и так далее. Либо формирование нового государства в новых правилах, в новых условиях, с новой конституцией, которая не будет уже перекроена, как письмо, знаете, как простоквашено, то хвост отваливается, то лапы ломит. Уже все туда свои поправки внесли. С новой конституцией, с новыми условиями и так далее. Так вот, хочется надеяться, что мы успеем одуматься, как государство, остановить вот эту негативную динамику, негативное движение. Ну или в крайнем случае суметь переформатироваться и переродиться, наверное, во что-то новое и во что-то более жизнеспособное, чем мы создали до сегодняшнего дня. Субтитры создавал DimaTorzok